Грачевский район, поселок Солнечный. Здесь проходит третий заключительный этап открытой квадросерии СКФО 2014. И те, кто любит риск и скорость, просто не могли пропустить это событие. Поклонников технических видов спорта с каждым годом становится все больше и больше. Квадроспорт не исключение. Желающих по состязации за звание лучшего в крае достаточно много. Самое главное, чтобы в рамках проведения всех забегов и мотоциклов, и миг-багов, и квадроциклов на всю территорию края показать, что такой вид спорта есть, что этим спортом занимаются настоящие мужчины, и что он захватывающий, что интересный. В этот раз соревнования немного изменили свой формат. В отличие от предыдущих этапов, все началось с триала. Это вид спорта, в котором участники на своем квадроцикле должны преодолевать искусственно созданные препятствия из покрышек, бревен и канав. Выполняемые элементы не только сложны, но и невероятно зрелищны. Спортсмены должны были пройти один круг, и чем меньше время его прохождения, тем выше шанс выйти на лидерские позиции в общем зачете. После триала участники должны показать свое мастерство на кольцевой трассе. Скорость и умение маневрировать здесь – основные критерии успешного прохождения. Перед началом заезда участники знакомились с трассой и, что немаловажно, вспоминали основные правила техники безопасности. Эдуард Белкин, технический комиссар турнира, давал всем, наверное, самое важное наставление – ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Если квадроцикл перевернулся, поднимай и езжай дальше. Если застрял, толкай и продолжай гонку. Трасса сложна, и предсказать, как ее будет проходить соперник, просто невозможно. Я думаю, прежде всего, наверное, побороть свое волнение. Многие приехали сюда первый раз, волнуются, руки, говорят, трясутся. Очень им страшно. Спортсменов помимо адреналина, драйва и незабываемых эмоций ожидали и трудности. Не всегда заезд проходил гладко. Но поломки и падения для участников уже стали неотъемлемой частью гонки. Поэтому никто из них не терял веру в себя. Во-первых, участвую с чемпионом, который уже дважды занимал первое место. Я ему полностью доверяю. Мне хочется ощутить, то есть принять эти ощущения, сидя рядом, а не со стороны. Адреналин, драйв. Вот так. Сильных соперок много, молодые ребята, хорошо катаются. Несмотря на то, что в прошлый раз мне повезло, я был призером, третье место занял на втором этапе, то сейчас достаточно серьезные ребята. Трудно будет посоревноваться. Участников, прошедших все этапы соревнований и показавших лучшие результаты, ожидали заслуженные призы. У нас вот призы, вы даже можете посмотреть, здесь вот уже выставлены у нас. Начиная от 15 тысяч рублей. Это денежные премии. А также все спортсмены награждаются кубками, медалями, дипломами организатора. Напоминаю, что это чемпионат Северокавказского федерального округа. Всем спортсменам, помимо этого, будут присвоены спортивные разряды, в зависимости, кто каким приедет. По итогам состязаний в гонке между квадроциклами с объемом двигателя до 650 кубических сантиметров лидером стал ставрополец Роман Семенов. В классе квадроциклов, объем двигателя которых свыше 650 кубических сантиметра, золото получил Марат Макиев из Владикавказа. А в серии ССВ или Баги победил Максим Еременко, житель города Ставрополя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!